Вот ничего не придумал? Добрый день, да. Правда, принесли заявку, и первое, что написано тут, могу показать там, песня о советской печати. Я с этого и хотел начать, я, конечно, оставил список какой-то, и хочу по нему работать, но вот совпадает. Сегодня 5 мая 2018 года, день советской печати, многие уже забыли. Вообще все забыли, что сейчас эти дни идет сорокалетие, так называемое Саурской, или кто-то говорит Саурской, это, в общем, по-афгански, по-пуштунски это апрель, апрельская революция в Афганистане. Это было в 78-м году. После этого было неизбежен ввод наших войск в Афганистан. Поэтому я вот сегодня хочу немножко акценты на две темы. Журналистика, потому что здесь присутствует много моих дорогих друзей, и тех, кого я тогда, может быть, еще не знал. Наши собственные корреспонденты в Афганистане, центральной печати, которые работали там годами. Наши советники, военные, комсомольские, партийные. Первая песня, и так называется, песня о советской печати. Как нам приходилось врать, когда мы в своих материалах заменяли афганцев на... Вернее, так, советские войска на афганские. Воюй-то советские войска. Ну, про афганскую армию... Я могу много хорошего сказать, но... Дрожит душман, в пулих умри, и около герата, И, о, крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаваре, и в Газни, и в Палхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают. О чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузах антрактах. Детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент неплохой, но где ему сравнится С афганской армией лихвой, которой враг боится. Она разбила тысячу банд, нет, миллион миллионов, Почти очистила Шинданд и два других района. Севна отважна, велика, заслужена, известно. А мы все пляшем, гоп-пока, и чиним трактор местный. А мы плясали, гоп-пока, и чинили трактор местный. Если даже газета живет один день, Нам хуже мы вообще не живем. Носим галстуки тень, наводя на плите, А в пивнушках баранки жуем. Да солидный народ давал бреды ЦК, Аж министров берем за грудки. Но они продолжают валять дурака, Мы ж валяемся, как дураки. Повалился один, повалился другой, Третий пиво пролил за жилет. Кто-то выпил в посольстве коньяк дорогой, Отравился и взял пистолет. От министра, как в прессе, его не зови, Секретарша с женой не уйдут. А попробуй добиться счастливой любви, С гораром за творческий труд. Только есть и в газете Удачные дни Величало, заходишь в партком. Если свыше трехсот, Там проценты одни, Ты с другими навечно знаком. Отдаешь свои пять, Или шесть, или семь, А потом в электричке пустой. Едешь к бывшей жене, Хоть без денег совсем, Но доступный и очень простой. Трехэтажная дача и теннисный горд, Муж-министр с Белмелом во рту. Критиканам привет, Что голодный, как черт, Покормлю за твою простоту. И сидишь ты за кухонным белым столом, А ситровой вкушаешь нектар, Проклиная идейный родительский дом И наследственный творческий дар. Но зато ты полпред, Ты газетчик насквозь, На партийном стоишь рубеже, А жена тебе шепчет, Возьми эту гость, Мы трезора кормили уже. Ну вот, у меня малых песен, Лично кому-то посвященных, Но есть песня, посвященная Игорю Морозову, Которого только что видели, не слышали. Да, кстати, я вам хочу показать несколько новых песен, Я их не в первый раз пою, Но во второй. Но это тяжело, я могу сбиваться. Вот это из абсолютно, так сказать, новых песен. Мы еще вспоминаем Не про них, мы ведем разговоры, Доживая солдатские спутные дни. Помнишь домик с кольцом, Помнишь тихую речку, Помнишь девочку ту, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Еще не пора. Автоматы, гитара, До срока укрыты, От наветов чужих И от рук неродных Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых И еще ради той Не застегнутой нами Величайшей всемирной Отцовской войны А с гражданской второй Сладим как-нибудь самим Ну, а горные третьи Нам уже не важны Мы с гражданской второй Сладим как-нибудь самим Ну, а горные третьи Нам уже не важны Пусть девчоночка та стала женщиной старой И костер прогорел, и река заросла Есть у нас на двоих автоматы, гитара И война за окном, и была не была Есть у нас на двоих автоматы, гитара И война за окном, и была не была Спасибо, Дима Хотя неудобно вспоминать эту фамилию Но я вспомнил, Гайдар Да, я с Егоркой вместе рос И вот Тимур Гайдар и его отец говорили У меня есть два сына, Виктор и Егор Да, Егор стал сволочью Да, он нас обокрал Но он, кстати, не очень виноват Он был больше жертвен Из него делают злодея Вот, ну а с Тимуром Гайдаром Я много-много-много-много лет И работал в правде В военном отделе правды И когда однажды он Впервые полетел в Афганистан А я уже там был не раз Я очень боялся Потому что есть Его отец, ну все знают Аркадий Гайдар, да, это Тимур и его команда А у Аркадия был суицидальный синдром Он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством Вот то же самое было у Тимура Гайдара И я очень боялся, что он в Афгане Использует эту командировку для самоубийства В общем, короче, Гайдар говорит Витя, напиши такую песню Чтобы мне весело там было туда ехать Где он, Псов? Уехал Шев в Афганистан Видел очень много стран Тогда чего он там бы не видел Там миллионы мусульман Там миллиарды мусульман Там сорок тысяч мусульман Которого в виде Не за свою энд и павс Это странная толпа На дню пять раз творит намаз Но были слухи Что у кармаля бобрака Есть кто-то преданный в ЦК Один мулайский шлака И две старухи Уехал Шев в Афганистан А там Колым А там Каран Там не гуляй по вечерам Там феодальным Там разговор ведутчик свет То пулемет, то пистолет А у него оружия нет Он Шев лояльный Уехал Шев за гендугуш А там война идет к тому ж Плюс девальвация И прочие напасти Но не беда Не в первый раз Рубежами шеф у нас А двадцать дней пройдут Как час И снова здрасте Вот такая песня странная Она называется Для галочки Для галочки Да И когда вот мы Вот эти ветераны Которые сейчас Немного Немало вернее Так присутствуют В этом зале Из правды Из вести Из красной везде Мы уже понимали Что мужская журналистика Умирает Начинается Женская журналистика Вот что мы сейчас И видим Кстати Здесь у нас сегодня Присутствуют Совершенно молодые Девчоночки Да Которые Уже гораздо более Так известные Журналисты Чем мы Но я к чему клоню Мне как-то Большое начальство Поручило воспитывать Одну девочку Девочка еще училась В школе И вот ее Школьное сочинение Было опубликовано В правде Несколько раз Переписанное Но переписывал не я Переписывала она Потом она стала Штатным сотрудником Правды Потом однажды Она ко мне подходит И говорит Вот Виктор Глебович Посмотрите Для меня Написали Я говорю Че написали В правде А у нас Одна статья Называлась Для галочки И вот у меня Песня такая Для галочки Где я в общем-то Излагаю ее судьбу Кое-что там Придумываю Про себя А про нее Ничего не придумываю Для галочки Я землю Рогом рыл Для галочки Бог Матом крыл Но Галочка Уехала В Нью-Йорк Где Хай вселенский И всемирный Торг Для галочки Послание Пишу О том Что я С другими Не грешу Прекрасная Еврейка Меня ты Божелейка Не то я Снова Башни Порешу Но галка Отвечает Что Мормон Берет Ее Четвертою Изжжен По ихнему Закону С гаремом Спят Мормоны Чем я Чрезвычайно Раздражен Для галочки В Нью-Йорк Я полечу В ракете По прицельному Лучу И Подорву Мормона Напротив Их ООНа И к Трампу В белый домик Постучу Скажу ему Зачем Товарищ Трамп Ты Не дал Визу Не поставил Штамп Я бы Прилетел Туристом И Сделал Дело Чисто Как Твой Учитель Завещал Майн Камп Для Галочки Ответит Трамп И я Вас Обижают Русские Друзья Трамп Ее Родные Кстати Сидят В моем Сенате Для Галочки Повесить Их Нельзя Ну что ж Тогда Я Уменьшу Прыть Для Галочки Закончу Землю Рыть Пускай Хоть С 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 Для галочки все это может быть. Потому что ее вот заказал буквально, когда мы подходили, курили сюда, Валерий Коновалов. Один из очень ответственных сотрудников радио «Свобода». Вот так вот, да. Из Мюнхена, он сейчас живет в Мюнхене, хотя со свободой он завязал. Написал книгу «Век свободы не слыхать». Вот. Ну, а было такое в 90-х годах, и там не все были евреи. Там была группа русских людей. И вот в 90-е годы Игорь Морозов и я, мы очень часто выступали по «Свободе». Вот, вроде стыдно сказать, но вот так было. И наши песни звучали, и наши воспоминания, размышления об Афганистане, о Чечне и так далее. Вот Валерия Коновалова из Мюнхена, значит, ему нравится эта песня. Ее лучше поет Михаил Муров, есть такой певец. Но он что-то давно, я не слышал эту запись, да. А вот я сейчас, как Морозов, вот он поет, так сказать, оригинал авторский, да. Песня стала известна не в этом варианте. Опять жаря за шестьдесят, пески взметнулись и висят. И лезешь в бронетранспортер, как полыкающий костер. Выхватывая из огня, боекомплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд. Прет от границы прямиком, наверное, коротко знаком с азисами на пути. И мы должны его найти. А сколько их еще? Спроси пустыню. Будет вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли свысока среди проклятого песка, Где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли. А сколько их еще? Спроси пустыню. Во флягах кончилась вода, подбросят в небо, не беда. Беда, что бьют из кишлаков, они чужие средь песков. Там богатей правят слазь, плевать им на Кабулы власть. И сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней в песках искали день, седьмой удачный выпал день. По дулам в лице, наконец, не пыльный ветер, а свинец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три ДШК. А сколько их еще? Спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас? Когда окончен разговор, тащил бронетранспортер. Перехватившись за приклад в тебя, стрелявший автомат. А сколько их еще? Спроси пустыню. Только спел, взял это, спросил, пустыню. Хрена себе. Песня, так, подавайте. Я работаю в газете, но вот так. Знаете, сегодня, конечно, праздники и погода, в общем-то, хорошая. Но, конечно, вспоминается. Я не буду петь совсем грустные песни. Хотя, вот я, скажем, горжусь, что на нескольких афганских памятниках есть, так сказать, строки из моих песен. И, кстати, не только афганские, чеченские, вот это шестая рота. У меня, одной из моих песен, пел ансамбль Александру «Погибший» в этом самолете, в котором я летел. В смысле, я летел чуть раньше, но это был тот же борт, тот же экипаж. Я потом уточнял. Вот. И на памятнике шестой роти десантников в Пскове, они же из Пскова, да, тоже мои слова. Но я сейчас это просто не то, что похвастается, я вспоминаю, что надо как-то этих ребят вспомнить. Но я не хочу совершенно такую печальную песню, а вот то, что бывает настроение. Почему? Почему нынче вспомнились мне, те ветра, те снега, те пески? Далеко, далеко на войне, где мы были, как братья близки. Пролетали в ночи тросера, раздоцветные звезды войны. И нам снились в горах до утра, ледяные солдатские сны. Вот сижу над Москвою рекой, над гитарей походной принчу. Я с войны возвратился живой, я войну вспоминать не хочу. Остывая слеза на щеке, не допито во фляге вино. И сползает слеза на щеке, что увидеться нам не дано. И опять вспоминаются мне, те ветра, те снега, те пески. Далеко, далеко на войне, где мы были, как братья близки. Далеко, далеко на войне, где мы были, как братья близки. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. А как Нюрка была хороша, самый тоненький чуя на запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не прости, но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, и лизнув бы хозяйскую руку. Как знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолетный врезается пол, высеченное Нюркино тело. Сотню раз она чуяла ток, а в сто первый чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок, по расщелине лапа скользнуло. И взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым. И хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела, на помощь звала. И глазами все боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапера. Он сказал, мне без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, и вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа. Слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша. Самый тоненький чуяла запах. Ах, как Нюрка, живая душа. Справа. Сзади, сзади. Часто куда? Справа. Время вам подскажет. Так. Но все-таки не будем забывать, что сегодня светлый праздник. Вот такая автобиографическая песня. Я, кстати, пришел в «Правду» с щенком. По-моему, я был самый молодой специальный корреспондент «Правда» за всю историю. Мне было 20 с небольшим лет, и меня сразу сделали спецкором. Что интересно, я пришел из армии, да, и был лейтенантом. И я получал больше денег лейтенантом, чем спецкор в «Правде», представляете? Когда все говорят, что вот советские журналисты такие сволочи-то. У нас и генералы-то были, честно говоря, убогие. Выпить один раз и то в ресторан-то не схожешь. Нет, они к тому, что мы были вообще несчастны, но все-таки так. Когда пришел в газету «Я», была любовь, была семья. Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края. Когда б вы были там, где я, Не все из вас по возвращению были б живы. Когда пришел в газету «Я», Она была моя, твоя, родней, чем первая семья и чем вторая. И говорил я, не дая, мой репортаж, Моя статья, мол, прочитай, я тут почти не привираю. Когда пришел в газету «Я», Как было весело, друзья, какие люди были здесь. А секретарши трудолюбили муравья. Я все дни работал, с ними я работал, И я пока они не стали старшим. Когда пришел в газету «Я», Мне говорил «Совету я», Член редколлегии, редактор под делу. Дальше такая строчка, что лучше закажемся. Он говорил «Статья твоя», Хоть и не изменит ничего, Но в перспективе ты помог святому делу. И вот минуло десять лет, Газета есть, а счастья нет, И в свой отдельный кабинет Шагаешь хмуро, Все разговоры тет-а-тет, О коллективах сгинул след, Коль не покажет фильм, Отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, И все вокруг темным-темно, Вдруг понимаешь, что давно Ты пли под что-то. Ведь ни семьи, ни любви, Лишь руки в краске, Как в крови дала ротации, Оно твоя работа. Ну а все-таки не могу эту песню не спеть. Песня называется «Девятая рота». Но это «Девятая рота» не та, Что в фильме показывали. В фильме сплошное вранье. Не погибла там «Девятая рота», А погибло там, по-моему, шесть человек. И то это было очень много. Но это было в конце войны. А эта песня в начале войны, Которая «Девятая рота» вместе с КГБшниками Брала дворец Аминов. И вот я просто оправдать этот знак на груди. Это 30-45 полк, куда входила «Девятая рота». А мне его повесил, сняв с себя Валера Востротин, Который командовал «Девятой ротой». В тот момент, когда она штурмовала дворец Амины. Потом он стал командиром 30-45 десантного полка. А потом стал генерал-полковником и так далее. Кстати, вот этот парень, который написал сценарий фильма «Девятая рота», У нас были какие-то общие друзья, хотя мы с ним не были знакомы. И когда ему дали послушать мою песню, Он говорит, ну вот, если бы я знал раньше, Я бы это не написал, я бы написал другой. Надо было знать все раньше. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к авганской столице «Девятая рота» примкнула штыки. «Девятая рота» встала под билеты Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась с войной. Идет по Кабулу «Девятая рота», И нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна, Последняя ходившая в мирном строю, «Девятая рота» сбивает заслоны В безвестном декабрьском первом бою. Прости же, «Девятая рота» отставших, Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В «Девятую роту» кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших В «Девятую роту» кого-то из вас. Войну мы опять называем работой, А все же она остается войной. Идет по Тверскому «Девятая рота», Пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России «Девятая рота», Жаль, нет никого у нее за спиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот хотя не хватит грусти, но это быстро, да. Я такое сравнение, Афганистан-Сечня. Афганистан-Сечня. В Афганистане много песен сочинялось. Причем сочиняли даже солдатики 18-20 лет. Что было интересно, они придумывали любовь. Вот какой-то совсем мальчик, молоденький, 18 лет, прям такой, жди меня, береги наших общих детей и так далее. Я к некоторым так обращался, ну какого черта, ты хоть целовался по-настоящему? Да нет, ну вроде так, с одноклассницей, чего ты там. Я говорю, а зачем ты такое сочиняешь? А, говорит, как будто бы, если бы не только маму ждет, а еще кто-то, а может не убьют-то? А в Чечне все внимание было на маму. То есть уже женщинам и стране вообще не верили. В Чечне не было песен практически о женщинах. Очень много было песен о мамах. Ну вот сейчас вот такой афганский вариант. То есть моя песня, но как бы по навеянной солдатскими песнями. Снежные склоны хребтов ниндукуши В красных заплатах солдатской крови Я под огнем перекрестным не струшу Ради твоей неизвестной любви Может быть, смерть мои руки развяжет Я обниму тебя, падая в снег Горы высокие нему расскажет Как человека любил человек Словом прощали, слезой печали Издалека не тревожь не зови Лучше останься такой, как в начале Нашей с тобой неизвестной любви Мы не бродили Москвою вечерней Не целовались в нескучном саду Не придавай же большого значения Если однажды совсем не приду Ближе и ближе чужие халаты Все позабудь, мои письма порви Как я себя разрываю гранатой Ради твоей неизвестной любви Как я себя разрываю гранатой Ради твоей неизвестной любви Как я себя разрываю гранатой Ради твоей неизвестной любви Две недели назад уже это пел Хотя я тоже песню пел недавно Но из-за того, что она новая и пою второй раз в жизни Я вам хочу спеть Она несколько длинная Но мне хотелось перечислить хотя бы несколько горячих точков Точек Точков в точках Первое слово правильно Точков в точках Или побывать Или ну хотя бы видеть То есть они не все перечислены Но я вот только то, что немножко знаю там по себе Называется песня «Далее везде» Под заголовок размышления русского офицера О генеральном штабе Проснулся утром Чую быть в беде Где пил вчера Какие были бабы Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан И далее везде Прошел в Афганистан В падины и выси Был в морозилке И в сковороде А дома директива На Тбилиси Ну и затем Как водится везде От сулику отбился малой кровью Врет, что синяк остался на груди А из генштаба клич На Прегнестровье В Бендере Дубосары И везде Потом армянин С альзерами в страхе Сошлись на виноградной борозде Я их мирил В Нагорном Карабахе В Баку И Сунгаите И везде С таджиками И вовсе было худо Всем без в ребро Всем кровь на бороде Пришлось пройти отсюда и до туда Таджикистан И далее везде Я разлюбил весь мир юго-восточный Я заскучал по северной звезде Но был отправлен директивой срочной В Абхазию и далее везде Затем осели русские туманы Хотя еще дымились кое-где И я слетал Десантом На Балканы На Приштину И далее везде Но тут Чечня Не то чтобы восстала Но Расхотела горбиться в труде И много наших с дуру постреляла И в Грозном И в Аркуне Везде И вновь грузины На дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по транскавказской магистрали Сходил в Скинвал И далее везде Потом я был в Крыму И на Донбассе Весь извалялся в угле Еруде Приказа ждал Как перемены в классе И теплаки И далее везде Но Сочинил Генштадт Другую сказку Что вилами писалось на воде Я послан был В окрестности Дамаска В Мимим Алеппом Далее везде И сгнал и кил оттуда Чтобы рядом с Россией был он А не чёрте где Чтоб вновь генштаб Командовал парадом В Афганистане Далее везде Пусть мой генштаб Командует парадом Опять в Афгане И опять везде Браво! 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 Ну немножко осталось Но тут ещё всё-таки хочется какие-то заявки Выполнить Вот пока я сидел Да, да И тут раздавалась критика в адрес Морозова и меня Что мы неправильно поём В принципе Все песни знают Мы уходим 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 По-другому звучит Батальонная разведка По-другому звучит И у меня Некоторые песни Вот тоже Песня называется Горит звезда над городом Кабулом Ансамбли которые поют Они её поют быстро Вот Уже правда Врать не буду Лет десять назад не слышал Но Лет десять назад Я несколько раз слышал в метро Когда ребята там косят Под авганцем И эту песню поют Но они так по-боевому А вот я вам просто покажу Как она была написана Горит звезда Над городом Кабула Горит звезда Прощальная моя Как я хотел Чтоб Родина вздохнула Когда на снег Упал В атаке я И я лежу Смотрю Как остывает Над миноретом Синяя звезда Кого-то помнят Или забывают О нас и знать Не будут Никогда Без документов Без имён Без наций Лежим вокруг Сожжённого дворца Горит звезда Пора навек Прощаться Разлука Тоже Будет Без конца Горит звезда Декабрьская Чужая А под звездой Дымится Кровью Снег И я Слезой Последней Провожаю Всё с чем Впервые Расстаюсь Навек И я Слезой Последней Провожаю Всё с чем Впервые Расстаюсь Навек Горит звезда Над городом Кабулом Горит звезда Прощальная Моя Как я хотел Чтоб Родина Вздохнула Когда На снег Упал В Атаке Аплодисменты Так Мое дело идет В финалу Но Толя Я не могу не спеть Война становится Привычкой Здесь у нас Находится еще Группа комсомольских Советников Это Самые страшные Люди на земле Потому что они Воевали и служили в Афгане Даже без документов Вообще У них не было Партийные Советники с документами Военные Советники с документами А комсомольцы Они как бы на голом энтузиазме Да Вот Анатолий Житнухин Еще пишет много песен В том числе Не песен А книг В том числе Сейчас он Опубликовал книгу О Коричкове Это бывший начальник КГБ И его оболгали Это был очень нормальный мужик И он процитировал там В смысле Житнухин В этой В книге своей Жизеловской Мою вот эту песню Война становится привычкой Потому что Куричков неоднократно Бывало в Афганистане Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разлит Опять хохочет медсестричка И режет салазом полит А над палаточным презентом Свистят до ветра и до свинец Жизнь Жизнь Словно Кадры Киноленты Дала картинку Наконец О чем Задумался Начтабом Какие б я Увидел сны Откуда спит Откуда Баба Спроси Об этом Войны А хорошо Сестра Хохочет От медицинского Вина Она Любви Давно Не хочет Ей В душу Глянула Война Эльзон Полит Плесни Повалу Теперь За Родину Пора Нам Не спуститься С перевала Который Взяли Мы Вчера Война Становится Привычкой Опять По кружкам Спирт Разлит Опять Хохочет Медсестричка И режет салазом полит Ну и всегда я заканчиваю одну и ту же песню своей Это один из вариантов офицерского романса Которого тоже сегодня присутствует Петр Иванович Каченко Выпускал книгу «Офицерский романс» А мы с Игорем Морозовым писали разные варианты Возможно это лучший вариант От боя до боя недолго Ни коротко лишь мы не вспять А что нам терять кроме долга Нам нечего больше терять И пусть на пространствах державы Весь фронт наш незримый опять А что нам терять кроме славы Нам нечего больше терять И водки и волосы серы Но выбилась белая прядь А что нам терять кроме веры Нам нечего больше терять В короткую песню не верьте Нам вечная песня подставь Ведь что нам терять кроме смерти Нам нечего больше терять Да что ж нам терять кроме смерти Нам нечего больше терять Браво! 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 Спасибо! Спасибо! Сейчас у нас есть какое-то время Еще немножко посидеть Нас оттуда не выгоняют Да Кое-кому я еще подойду Потому что обещал какие-то публикации Правильно? Спасибо!